И теперь о событиях дня подробнее. Сегодня Иркутский областной суд решал, сделать ли жёстче наказание для Юлии Киселёвой, виновницы резонансного ДТП в Иркутске, или же наоборот смягчить. Апелляции подали обе стороны. Какой вердикт вынес судья об этом в первом материале выпуска? Юлия Сергеевна Киселёва, вы нас слышите? Да. С проверки аппаратуры начинается заседание по делу Юлии Киселёвой. Она находится в СИЗО, и сегодня её приговор могут изменить. Варианта два. Либо судья оставит в силе вердикт на 3,5 года колонии-поселения, либо срок будет увеличен. При этом сама осуждённая просит смягчить наказание. Прошу в суд дать возможность заниматься воспитанием ребёнка, который очень сильно нуждается у меня, и отрочить исполнение наказания на более сложный сток. Также хочу ещё раз извиниться перед пострадавшими. Я искренне раскаиваюсь за совершённое преступление и обязуюсь помогать детям поджечь. В свою очередь, сторона обвинения требует ужесточить наказание до 5,5 лет. Юлия Киселёва стала виновницей аварии, в которой погибли двое мужчин. В момент ДТП она была пьяна. В середине января Октябрьский районный суд приговорил Иркутянку к 3,5 годам колонии-поселения. Кроме того, осуждённую лишили прав управления автомобилем на 3 года. Сегодня этот приговор изменили. И усилить Киселёвой Юлии Сергеевне наказание по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 года. В остальной части приговор оставить без изменения. Измениться в любой момент может и это решение судей. В течение полугода вдовы погибших мужчин, а также сторона защиты Юлии Киселёвой может оспорить окончательный приговор. А это значит, что ставить точку в этом громком деле пока ещё рано. С учётом того, что Юлия Киселёва уже полгода провела в СИЗО после сегодняшнего решения, её наказание составит 3,5 года колонии-поселения. При этом правом на условно-досрочное освобождение она может воспользоваться после того, как проведёт одну треть от положенного ей срока. Павел Марчуков, Виталий Перетолочин. Новости по будням.